Далее к другим темам ежегодно. В последний день февраля отмечается День редких заболеваний. Круглый стол, посвященный этому событию, собрал не только пациентов и медиков, но и чиновников. О том, почему с каждым годом генетических болезней диагностируется все больше, расскажет Катерина Добрынина. А сейчас самый-самый солнечный! У Амины Насыровой фенилкетонурия. Непереносимость фенилаланина, то есть аминокислоты, которая содержится почти во всех белках, в мясе, рыбе, молочных продуктах. По словам отца Амины Ильшата Насырова, государство помогает их семье справляться с болезнью ребенка. Каждый месяц они получают коробки со специальными питательными смесями, содержащими заменители белков и позволяющие Амине в ее 4 года ни в чем не отставать от сверстников. Ну, в общем-то, у меня ребенок развивается неплохо, в садике ходит, также живет, и играет, и читает, и как бы не видно это заболевание. Просто единственное, безбелковые мы покупаем макароны, рис, все такое же, как у нас, только безбелковые. Фенилкетонурия считается одним из редких, или, как их по-другому называют, орфанных заболеваний. Они встречаются лишь у одного человека из 200 тысяч. И сейчас в Башкирии ими страдают около 700 человек. Это болезни фабри, гаше, муковисцидоз и еще множество других. Круглый стол для больных – способ обратить на себя внимание и добиться помощи в борьбе с недугами. Главная цель, чтобы людей с редкими заболеваниями заметили, было лечение, больше было препаратов, лекарств, для того, чтобы лечить. Специалисты говорят, что в последнее время пациентов с редкими заболеваниями стало гораздо больше. И связано это прежде всего с улучшением их диагностики. Одним из самых действенных ее методов является тандемная масс-спектрометрия. И аппарат для нее уже появился в медико-генетической консультации Республиканского перинатального центра. Из одного сухого пятна крови мы можем определить 30 различных болезней, нарушений обмена аминокислот, жирных кислот, органических кислот. Такое устройство имеется только в 8 крупных городах Российской Федерации. И мы очень рады тому, что благодаря этому тандемному масс-спектрометру мы можем обследовать наших пациентов на наследственные болезни обмена веществ. Часто редкие заболевания могут скрываться за обычными, казалось бы, симптомами. И годами люди могут не подозревать о том, что больны. Именно поэтому пройти такую диагностику стоит каждому.